Вот мы пришли уже к дому 65-го года, который сделан из камня. Уже 56 лет ему. И там уже речка, смотрите, и сосновый бор идёт. Вон речка, вон утки. Это вот отцово дом ваш. И тут куры. И смотрите, какое небо чистое тут. Не то, что в городе. Тучки собираются. А хорошо, вы не понеменяли окна. Старые окна ставили. Красотень. И цветочки растут, тюльпаны. Вон. Крапиву мы очень любим. Крапивной суп делаем. И лавочка тут осталась. Тут сейчас никто же не живёт, да? Нет, вот этот Вася в Москву приедет, Женя у него и он перейдёт сюда. Это его дом будет. Это дерево лазькие яблочки, некие красные лазькие яблочки. А, вон цветочки уже подойдут. Да, да. В этом году лобильный будет. Угу. Вот. Они осенние яблочки. Да, да. Знаете, какие хорошие, наверное? Да. Вот когда будут, привет. Розоватые? Да, да. Они красные прям. И варенье варим. Вот только серёжку вынимаем, палочки нет. В сиропе. И дрова тут тоже ставите, он уже готовый есть. А внизу, что вот на первом этаже? Там была конюшная комната. Тут лебедь. А земли-то у вас тут много. Да, тут 40 тысяч. У нас ещё знаете сколько на маилке витам кусков? У нас 10 гектар. Ну. 20 гектар. А, что, меньше, что ли? А что сажаете? Картошку только? Морковь, бураки. Морковь. А сейчас морковку уже посадили или ещё рано? Нет, не рано. У пасха была, мы не работаем. Тут у вас кухня? Да, там была. Снизу начнём. Нет, кухня вверху сейчас. Сейчас кухня тут. Ну, была там. А, тут уже курей держите ли тут? Пщено можно? Можно, можно. Ой, запах какой. Вот эти бочки, я про них говорила. Да, вот. У меня ещё дядя квас делал в этих бочках. 700 литровый. А можно спросить, квас делают молока или нельзя квас? Можно, почему нельзя? Каждый для себя делает. Ну, не бочками делают. Там бить, то он делает стеклянные. 4-литровые, 10-литровые делают. А сено кладёте внизу? Что? Сено. Нет. Нет, мы кладём, но это в бочке когда. Это коровник, ну, куры в последнее время его отца жили. Тут уже коровы не живут. Это всё надо приводить в порядок, чтобы запустить... Ну, во всяком случае, молодые сделают. Да. Ну, что, вот бочки сохранились. Мы вот говорили о бочках. Лад для муки был. Мышной лад. Ну, сейчас уже нету. Нет, сейчас уже. Ничего. А у вас это, квасите, куда ложите, квабусту? В подвалы такие или всё-таки есть подземная немножко? Их сохраняется? Вот заквасил бочку её, и она стоит, и в водах не ничего не случается. А что там вот за эти фанеры? А, с той стороны уже. Не, вот открывается эта двёрка, а тут сено бросали сюда к корову. А с той стороны забрасывали сюда его. Ой. Я честно скажу, у меня уже дядей нету, у меня... Это такая ностальгия, вы не представляете даже. И лавочки. Это кто сделал? Это вот этот дядя? Дядя. Да, дядя сделал. И как они хорошо сделаны. Вот я сажусь. Они одинаковые. Да. Просто немножко удобно, и всё. И так удобно, знаете, и спине удобно. А это баня. Редко когда вот в доме бани делали внутри. Ну, это уже 56-й год. Правда? 65-й. 65-й, да. Да. Перепутала. А тут свет есть? Есть, есть. Как купались? Это вот предбанник, да? Да. Кстати, а у вас баня русская или как она? Простая баня? Сейчас я пойду включу. А, нету. Нет, сейчас я включу. А у этой? Какая у вас баня? А, обычная? Да, обычная. Цей баню уже не делали. Я тут... И туалет есть? В 80-м году. Ага. Ну, там, цвета мы варили. С подогревом, ага. А что не понравилось? А газ был, да, раньше? Нет, вот газ провели буквально, ну, 10 лет назад. А в советское время не было? Нет, не было. На какой-то угле? Углю. Углю? Да. Даже не дровами? Нет, не дровами, углю было. А вода у вас всегда была? Да. Кстати, у них лучше, чем в Дилижане, я уже спрашивала. С горы идут, правда? Да, да. Не, ну вы молодцы, у нас в деревне не было воды. У нас в колодце брали воду и грели. Сейчас вот на шоке поставили. Сугубо русская ручка. Воду набираешь, да, туда не стал отец, чтобы горячую полу. Да. Отсюда, на кухне. Нам сосан. Да. А здесь вот мы погреба делали. А тут? Комната была? Да, здесь еще большая комната была. Я большая была. Кухня где была, там не надо. Кросс. А там погреб был. Да, здесь эти. А вот здесь еще матрасы были. А там вот. А, как раз для хранения. Да, хранение картошки. Вот это как у нас в Ростове было на хуторе. И керосинка, вон так и керосинка? Да, да. Смотрите, мы попали, значит, в историю. Не надо, ничего. Так все равно и видно. У нас погребы были внутри вот. Да, да. Выкапывали. Выкапывали, открывали, отмечали, так выкапывали на лодку. Вот это вот правильно было. Не, ну у вас не большой такой погреб. Но на семью хватало, да? Сюда всю картошку. А яблоки тоже сюда кладили только? Вот здесь соседний дом, отцовский дом был. У него подвал был под землю. Мы яблоки все туда относили. А еще лучше хранилось. Это еще с времен вашего отца осталось? Да. А что это, мед? Нет, капуста. Капуста. А это что сейчас? Это яблоки были закрыты. Они уже пропали, наверное, им лет сколько? Десять будет? Нет. Нет? Отец умер вот в январе у нас. Вот царствие небесное. Мне рассказывала, что ваша супруга, говорит, два месяца, да, не пережили друг дружку. Потому что любили сильно друг друга. Вот что значит любовь. Занавески красивые остались. Хорошо делали в советское время. Что ни говори, а жизнь все-таки тогда удалась. Учили, заботились о людях. А вот тут что посажено? А здесь сейчас я просто на Пасху времени не был. Здесь цветы посажены. Ряд картошки отец сажал. В прошлом году меня отец. Я сажал, он уже не был. Я ряд картошек садил, семена взяли. А там не ваше? Это тоже наше. Вот та желтая часть. А санаварик, где? Мы не опаздываем. Сейчас, сейчас, иди сюда посмотришь. Вон машина. Наши родные дороги. Виллис называется. Сейчас посмотрим, проедет или нет. Колеса моет. Современная мойка. Бесплатная. А речка как называется? Привет, Жень. Здравствуй, девушка. Ой, девушка. Да, ничего, смотри. Ау. Смотри. Моет машину. Уже на втором этаже вот этого Малаканского дома. Здесь сейчас пока не живут. Ну, вот такой дом красивый был. Шкафчик, шифонерчик. И вот полотенечка висит. Ох, это вот печка такая сквозная. Это сквозная, это голландская. Она называется голландская? Да. Голландская. Почему? Ну, дымоход сделан везде Г-образный. Так и Г-голландская. Тяга хорошая от этого. Ну, и тепло остается. Тепло. А сейчас можно ее топить или вы ее всю заклеили уже? Отец говорит, она много дров кушает. Поставили ему ее. А-а-а. Да, у него ноги уже отмелись. Дровяной самовар? А? Дровяной самовар? Да, да, да. Вот как в следующий раз приедешь, мы когда самовар схипятим вот этот. Вот этот? Да. Совсем другой чай. Тут печати? Да. А что написано? Это эмблемы. Это при царе Горохе. Я не знаю. Николай Первый когда-то. Слушай, сколько дырок тут. Ну, это знаете почему дырка? А-а. Когда он кипит, закрывают. А когда это вот так открывает. Там же вода. Ага. А это для чего? Вот это. А это ручки. Ручки. А сюда кладут дровы. А сюда кладут дровы. Давайте, показывайте все. Мы же ничего не видели. А чтобы он загнув не было, наш чайник. Вот так закрываем. Ага. Сюда уже угольки горючие. Потом собак. Щепки. Щепки. И он быстро, знаешь, как закипает. Он как титан. Угу. Внутри. Внутри титан. Да. Труба. И тут ручки. А он тяжелый? Конечно. Смотрите как. Внутри нет воды? Нет. А что она не крутится? Угу. Угу. Селенок нету. Нет. Заржавела. Не, не заржавела. К следующему приезду, чтобы самовар сделали. Да. Вот на самоваре совсем, в самоваре совсем другое. А чай вкусный у них. И обязательно заметите, что Писание, Слово Божьего, обязательно должно на столе быть. И я вот что говорю, какие же в советские времена все-таки текстиля хорошая была, добротная. Угу. Еще вот эти, смотрите. Да, из проволок. Из проволок. Это самодельный, я сам. Ну, очень классно вы сделали. Молодцы. Система целая. Смотри, там. Да, система целая. Система. А сейчас что? А сейчас прикрепил туда. А гардеробка тоже? Да, да. Самодельная. В 64-й годе. А кто это у вас? Это двоюродный. Двоюродный брат мой. А это его дети. А это старая фотография. Да, это старая фотография. Я в отпуск приходил. Это их вся семья. У них 12 душ. Да там еще все семьи нету. Сейчас фотокусируется. Все, сняла. Вот в этом доме, друзья, когда-то жила большая малаканская русская семья. И дальше в этот дом переедет после женитьбы жить сын Татьяны и Василия. А про то, как они с вами познакомились, Новиковы, мы расскажем в следующем видео. Ставьте лайки, перепост делайте, подписывайтесь на мой канал, если вы не подписаны. И рекомендуйте мои видео и мой канал «Мир Наринеки Ракусян» своим друзьям и знакомым. До следующего видео!